Золотое сечение. Начнем с некоторой мотивацией. Что это такое? Это треугольник с углами 72, 72 и 36. В школе нам дали задачу построить его циркулем и линейкой. А почему вообще эта задача такая интересная? Чем этот треугольник интересен, чем он привлекает наше внимание? А тем, что именно он, его построение обеспечит нам построение правильного пятиугольника. Смотрите, если мы смогли построить такой треугольник, то мы тем самым смогли построить угол 72 градуса. А угол 72 градуса это как раз угол, который лежит в пятиугольнике правильном. Вот я сейчас здесь это изображу. Вот это вот угол 72 градуса. Одна пятая дважды развернутого угла от 360. Вот. То есть построение такого треугольника эквивалентно, равносильно построению правильного пятиугольника. Построение правильного пятиугольника циркулем и линейкой было одним из торжественных моментов античной математики. Там, треугольник правильный построит каждый из вас, шестиугольник тоже, квадрат, без всяких проблем, да? Про семиугольник отдельная история его построить нельзя, но это отдельная история, длинная и сложная. А вот пятиугольник построить сложно, но можно. Итак, мы свели явно эту задачу к построению такого треугольника. Давайте попробуем что-нибудь здесь угадать. Ну, например, мы видим, что этот угол вдвое меньше этого. Что наша рука в этом случае начинает рисовать? Правильно, бисектриса, конечно. Значит, теперь у нас здесь тоже 36, здесь тоже 36. А если здесь 36, то здесь сколько? Ну, опять же, 72. Смотрите, какая таинственная получается картиночка. Вот этот треугольник, это большой повернутый на бок и скукоженный. А этот новый, некоторый, но при этом он является равнобедренным. Как и вот этот, причем сторона-то у них общая. То есть смотрите, как красиво бисектриса угла вот этого треугольника делит его на два разных неподобных друг другу равнобедренных. 1 36 36 108, а другой 72 72 36. И у нас получается три стороны, которые равны друг другу. Ну, давайте эти равные друг другу стороны обозначим за единицу. И посмотрим, чему тогда будет равна вот эта маленькая сторона x. с помощью пропорции, которую мы сейчас составим. Итак, у нас есть x, есть 1, вот эта сторона будет равна вот этой, естественно, да, из-за равнобедренности равна 1 плюс x. И получается у нас следующее соотношение. Так как вот эти два треугольника, красный повернутый на бок, положенный на бок и исходный подобны, то можно написать, что равны отношения сторон. А что это за отношения сторон? 1 плюс x разделить на 1, то есть 1 плюс x относится к единице, так? Так же, как в этом треугольнике большее к меньшее, то есть как единица к x. И вот получается то самое соотношение, которое на самом деле кладется в основу понятия золотое сечение. Золотое сечение это такое отношение, что если какая-то величина состоит из большей и меньшей части, то вся величина целиком относится к большей части, ровно так же, как к большей, а к меньшей. Вот мы это и записали. 1 плюс x относится к единице, так же, как к единице, к x. Ну и в этом случае понятно, что мы как бы, ну, мы уже не в лапте обуты, да? Мы можем решать квадратное уравнение и написать тогда, чему это x будет равно, да, и чему равно соответствующие отношения. Значит, x на 1 плюс x равно 1, то есть x квадрат плюс x минус 1 равно 0. Это уравнение на вот эту меньшую часть. Значит, соответственно, ну, квадратное уравнение каждый из нас умеет решать. Это минус 1 плюс минус корень из 1 плюс 4, то есть из 5 пополам. Итак, x нашли, но нам нужна обратная. Ну, тут понятно, что x это положительная величина, поэтому корень придется взять со знаком плюс, придется. То есть корень из 5 минус 1 пополам. Вот, тем самым искомое отношение 1 к x, это просто перевернутая соответствующая дробь. То есть это 2 к корень из 5 минус 1. Ну, понятно, что если мы избавимся от иррациональности в знаменателе, домножив на корень из 5 плюс 1 обе части, тогда в знаменателе будет 5 минус 1 4, с двойкой сократится, и получится, что это то же самое, что корень из 5 плюс 1 пополам. Ну, вы можете и так просто посмотреть, что дважды 2 равно произведению этих двух. Ну, и из этого тоже это видно, что если x это корень из 5 минус 1 пополам, то x плюс 1 это как раз корень из 5 плюс 1 пополам. Вот, то есть это отношение равно этому, равно вот этой величине. Итак, вот, красным нарисовано, ну, зеленым то же самое, и есть золотое сечение. Вот это вот золотое сечение. Вот, значит, оно нам позволяет построить правильный пятиугольник, потому что, ну, корни мы же умеем строить циркулем и линейкой. Добавлять отрезки, делить пополам, все умеем. Корень из произвольного числа строится некоторой хитрой процедурой. Нужно, если я имею, ну, некоторые отрезки, дничный там, да, отрезок, да, здесь. Если я хочу из какого-то альфа извлечь корень, то я этот альфа припарковываю к единице справа, получается такая вот, значит, длины 1 плюс альфа, такая вот шняга, да, у нас. Я теперь на ней как на диаметре строю полуокружность, вот, и поднимаю вверх из этой точки перпендикуляр. И из подобия вот этих треугольников альфа к вот этому ху равно х к единице. Получается уравнение х квадрат равно альфа. Поэтому вот этот х это и есть корень из альфа, вот. Корень из числа строится вот этой процедурой, из любого. Ну, а из пятерки-то вы и так могли бы построить корень, рассмотрев прямоугольный треугольник, у которого, значит, здесь 1, а здесь 2. Тогда диагональ равна корень из 5. Ну, то есть, в общем, иными словами, строить золотое сечение никаких проблем нет. Вот, а тогда, когда вы его построили, вы уже из этой точки провели окружность радиуса золотого сечения, из этой точки провели окружность радиуса золотое сечение. Пересеклись они как раз в этой точке. И треугольник готов, а вместе с ним готов 72 градуса угол. И вместе с 72 градуса вы построили правильный пятиугольник. А что еще интересно можно сказать про золотое сечение? О, много всего! Ну, я остановлюсь на двух, с моей точки зрения, самых интересных сюжетах. Первый называется цепные дроби, или самая неприближаемая иррациональность. Запишем корень из 5 плюс 1 пополам. Помню, что это и есть золотое сечение. Что такое разложение числа в цепную дробь? Это итерирование двух процедур. Выделение целой части и взятие обратного от дробной. Выделение целой и взятие обратного от дробной. И так далее, пока не, ну, либо до бесконечности, либо пока не закончится, так сказать, не закончится что-то просто целым числом. И выделять будет уже нечего. Но давайте посмотрим, как здесь будет устроено. Итак, целая часть этого выражения, ну, явно равна единице, потому что это меньше 4, корень из 5 меньше 3. 5 меньше 9, да? Значит, это единица. И остается корень из 5 минус 1 пополам. О, но мы тогда знаем, как его перевернуть. Теперь я хочу эту дробную часть перевернуть, то есть взять от нее противоположное. И получается 1 делить на 2, деленное на корень из 5 минус 1. Но мы же помним, что это такое, что это то же самое, это тоже золотое сечение. Они друг другу равны, эти два числа. Поэтому здесь опять написано корень из 5 плюс 1 пополам. Хочу заметить, что в этом месте наступает рекурсия. То есть дальше опять будет 1 плюс это, потому что, ну, повторилось все, да? А тем самым никогда ничего не закончится. Вот я здесь опять выделю 1, и опять вот здесь внизу опять будет вот это же число. И ясно, собственно, что это до бесконечности будет продолжаться. То есть мы получили удивительную совершенно цепную дробь, которая везде содержит единицы и никогда не кончается. Но здесь надо сделать небольшое отступление о цепных дробях, чтобы понять, насколько это вообще важно. Цепная дробь – это алгоритм эвклида в виде быстрой процедуры. Позволяет делить, значит, одни числа на другие с остатком, выяснять, чему равен наибольший общий делитель, как его представить в виде, значит, совочисленной комбинации исходных двух чисел. Факт тот, что если я произведу разложение цепной дроби для любого рационального числа, то совершенно очевидно, что оно где-то закончится, потому что каждый раз после выделения целой части, ну, здесь как бы знаменатель не меняется, а числитель становится меньше знаменателя, после переворачивания, соответственно, знаменатель новый, который бывший числитель, стал меньше. Ну и поэтому постепенно знаменатель становится все меньше и меньше, и ясно, что это должно закончиться за конечное число шагов. Поэтому, когда наступает рекурсия, уже ясно, что цепная дробь бесконечна, а, следовательно, исходное число нерационально, То есть в качестве бесплатного приложения я уже доказал, что золотое сечение не является отношением двух целых чисел. Что далеко не все знают. Время от времени в интернете встречаешь что-нибудь такое. Ученые обнаружили, чему на самом деле равно золотое сечение. Ученые нашли, что у числа π ровно 984 миллиарда знаков. Ну и прочая лабудень, полная антинаучная чушь, которая в математике фиксируется и мгновенно опровергается. Чем математика мне и нравится, что в ней граница между чушью и серьезными вещами абсолютно строгая. В отличие от других наук, где все непонятно, плавно одно в другое перетекает и всегда сложно вычленить. Но некоторые вещи это очевидная чушь, а некоторые еще долго надо думать, чушь не чушь. А в математике все сразу понятно. Ни одно рациональное число не будет равно золотому сечению. Потому что рациональное число имеет конечную цепную дробь, а золотое сечение бесконечно. Но еще тут важно следующее отметить. Вообще цепные дроби это и есть способ самого быстрого приближения чисел с помощью рациональных. Причем речь идет либо о приближении самих рациональных чисел с гигантскими знаменателями с помощью рациональных чисел с меньшими числителями и знаменателями. И для этого может быть использована цепная дробь и собственно для приближения иррациональных чисел с помощью рациональных. Ну и есть целый ряд результатов там а-ля Хинчин и компания, что конечный отрезок цепной дроби для данного числа всегда является ее наилучшим приближением в некотором строго формулируемом смысле. Поэтому вопрос такой, а какие числа быстрее и медленнее приближаются с помощью рациональных? Ну а если тут какие-то другие числа стояли бы вместо единиц, то соответственно дробь бы была ближе к нашему числу, там где появляется вместо единицы, например, если здесь стояло 15, то ясно, что вот такой обрубок дроби, он очень мало отличается от общего значения, гораздо меньше, чем если здесь стоит единица. Можете, кстати, поэкспериментировать сами, понять это. Тем самым, когда везде стоят единицы, это значит, что самое медленное, самое худшее приближение. Ну и вот, собственно, поэтому как-то к золотому сечению часто обращаются как к числу, хуже всего приближаемому рациональными числами, и это вполне законно и имеет совершенно точный математический смысл. Золотое сечение и числа Фибоначчи. Фибоначчи ездил в арабский мир учиться математике. Ну, примерно как сейчас, как бы наоборот, да, делается. Вот, то время центр был там, в тех краях, там был Аль-Хорезми, там вообще был расцвет села. Ну и вот, научившись там, он вернулся в Италию и придумал последовательность некоторую. Он на основании какого-то странного однополого размножения кроликов ее придумывал. Ну, она появляется отовсюду и как бы то там, то сям выскакивает. Предпоследовательность очень простая, что мы пишем 1, 2, а потом начинаем прибавлять каждый раз предыдущее число. То есть 3 это 2 плюс 1, 5 это 3 плюс 2, 8 это 5 плюс 3. То есть каждое следующее равно сумме двух предыдущих. φn плюс 1 равно φn плюс φn минус 1. Вот. Ну и вот, так сказать, в какой-то момент сильно позже смогли вывести единую формулу для этих чисел. Давайте попробуем ее вывести. Ну, мы как бы ее сейчас, мы угадаем ситуацию, да, угадаем некоторым образом. Догадка такая, рост у этой последовательности экспоненциален. Ну, если там продолжить еще, например, 100 раз, вы видите, что размер числа растет, ну, явно экспоненциально, быстрее, чем любой многочлен. Ну, а если так, давайте посмотрим, какая последовательность вида α в катой удовлетворяет вот этому уравнению. Просто давайте посмотрим. Удовлетворяет. Подставим, если это, так сказать, α в кат, и если n плюс 1 элемент будет степенью n плюс 1 какого-то числа, тогда, значит, соответственно, n элемент будет n на степенью того же числа, а n минус 1 элемент n минус 1 степенью одного и того же числа. И вот просто посмотрим, какое тогда это число, чему оно тогда равно. Ну, смотрите, на самом деле все сокращается на α в n минус 1, и остается уравнение α квадрат плюс α, α квадрат равно α плюс 1. Что такое α квадрат равно α плюс 1? Да, α квадрат минус α минус 1 равно 0. Ну, или α равно 1 плюс минус корень из 5 пополам. О как! Вот какие два корня у этого уравнения. То есть, иными словами, иными словами, на самом деле годится как раз золотое сечение. Ну и какое-то еще число, связанное с ним, которое отрицательное, которое связано с ним той связью, что оно является корнем того же самого квадратного уравнения. Ну, то есть, это обратное к золотому сечению, да еще со знаком минус. Вот. Ну, то есть, видно, что золотое сечение тут явно опять играет роль. Ну, и теперь, значит, осталось понять, как точно написать, что φ равно чему-то. Ясно, что формула будет включать степени как раз вот этих двух чисел, которые у нас выпали из этого уравнения. Ну, а дальше можно подобрать просто, как бы, коэффициенты. С1 на 1 плюс корень из 5 пополам в n плюс С2 на 1 минус корень из 5 пополам в n и подобрать С1, С2, ну, просто сравнив вот с этим выражением, там, первые два члена, и получится такая замечательная формула Бене, что n число Фибоначчи на самом деле равно 1 делить на корень из 5, это чтобы сейчас сократить корень из 5, который у нас все время будет вылезать, оно целое должно быть, да? а внутри 1 плюс корень из 5 пополам в n-ной степени, то есть золотое сечение в n-ной степени, минус 1 минус корень из 5 пополам в n-ной степени. Вот и все. И это, значит, выражение, ну, довольно очевидно, что оно и так будет, там, никаких корней не будет содержать, но прикольный факт, что, так сказать, именно оно и задает эту последственность, и, ну, видно, что вот этот член, он очень маленький, он с каждым разом все меньше и меньше, потому что по модулю это число меньше единицы, поэтому там через 100 раз им можно будет напрочь пренебречь, и порядок роста будет определяться именно вот этим числом, то есть n-ное число Фибоначчи приблизительно равно золотому сечению в n-ной степени, ну, и там подкорректировать на корень из 5. Вот такие дела. Спасибо. 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 Спасибо.